В 2014 году, когда сказали, что погибли мои друзья, я был настолько разбит и уже когда мы вышли из плена, мы узнали, что они живы. То есть мы когда отходили из Салавайска, они вдвоем отстали, не смогли нас догнать и они там прятались в местных. То есть нам сказали, как бы что они погибли, что уже все. То есть у меня тогда реально были слезы и радости. Ты в 2014 году был в Полонии? Да, после Лаваська. Скажи, как это было? Кому-то там кипятильники привезли к рукам. То есть кого-то там дубинками забивали и кого-то уводили и не приводили. По-моему, 24 или 26 декабря перед Новым годом, 15-м, был обмен, нас поменяли, как бы ну и да, вернулся домой и продолжил служить. Ты бы сдавался в Полонию, знову знаешь, еще с тобой там трапится? Естественно, нет. И тогда желание не было сдаваться в плен, потому что мы были как военные, мы исполняли приказы. То есть у нас прозвучала команда не было сдаваться в плен. То есть от наших офицеров. То есть мы исполняли приказы. Как тебе кажется, насколько изменилось ставление у всей страны, у цивильных, до войны и насколько это хорошо? В начале, когда вся эта большая история начиналась, мы были похожи на нацию. Я прекрасно помню первые дни войны, когда бабушки, дети бегали с лопатами, копали окопы и тогда даже реальная гордость была. Где это было? Это был Киев, площадь Шевченко. Пусть еще водится. А ты сейчас воевавку? Была полномасштабная война, мы уже начали действовать. Да, моя группа как бы, мы уже, каждый там были по своим позициям, у каждого были свои задачи. Наша задача была эта коммуницировать с военными и давать им цели. Как-то разве такое? Ну, можно и так сказать. То есть там, по сути, был каждый житель Буча и Эрбенял, там был развидником, потому что на нас выходили местные жители и там, и нам объясняли, и показывали, рассказывали, что, где и чего. То есть мы эту информацию обрабатывали и давали нашим антиллеристам. Что изменилось с того часа уставление войны? Так как-то я смотрю, что люди уже начали уставать от войны. Так выглядит? Да, вот даже в общении, во всем. Бывает, читаешь там телеграм-каналы. У нас вообще все хорошо, все прекрасно. Там нигде нет войны, в Киеве все хорошо, мирная жизнь. Ты думаешь, что это неправильно? Я считаю, что наша пропаганда тоже должна быть, но она должна быть умеренная. И люди не должны оторваться от реальности. То есть люди должны прекрасно понимать, что если не будет нас здесь, то будут они здесь. А мы не вечные. Мы тоже заканчиваемся. И достаточно очень быстро. Довоевато доводается всем. Я думаю, что да. Я считаю, что люди, которые ответственные за мобилизационные процессы, они должны были плавно подвести народ под эти те моменты. Я считаю, что как минимум должны быть какие-то там сборы резервистов, хотя бы без большого скопления. Все равно должна была какая-то работа, какая-то подготовка проводиться. У них был год. Мы выиграли год. Сколько много боездатых военных мы втратили за этот час? Насколько это неправильные втраты? Мы за первые недели, даже месяц войны, мы потеряли очень много боеспособного, научного, профессиональных кадров. То есть из моих друзей и знакомых погибло очень много специалистов. То есть это люди, которые они были всю жизнь. Это были профессионалы высочайшего класса. То есть таких кадров воспитать нам, если мы начнем делать это уже сейчас, нам понадобится лет 10. То есть это нужно готовить. Готовить кадры, готовить специалистов, вкладываться в них. Потому что это наше будущее. Россия никуда не денется. То есть если сейчас войну поставить на паузу, то она устреляет там ну лет через 10. То есть им нужно к этому готовиться. К этому всегда нужно готовиться. Как специфика сам этого? Я и работаю. Мы готовили инструкторов, которые потом в дальнейшем будут тоже там передавать свои опыты, знания многим военнослужащим. Инструкторы в каком направлении? Это была обычная пехотная подготовка. Как можно обвисать в целом процесс подготовки разведника? Ну подготовить разведчик, они так уже и просто. Разведчик, то есть это должен у человека быть до этого талант. Это стих жизни должен быть. Нельзя мобилизировать там человека, какого-то слесаря и сказать, все, теперь ты разведчик. И теперь ты будешь там ходить там за линию фронта, добывать данные. То есть это так не работает. Их нужно найти, их нужно воспитать. То есть в первую очередь залезть таким голову и там все немножко поменять. Чувствовалось ли тебе выховывать таких людей? К счастью, да. То есть я в людях не ошибся, как бы и сейчас они выполняют боевые задания. Есть агентурная разведка, есть беспосредняя разведка за линию фронта, есть спутниковая разведка. То есть оно все работает хорошо, когда оно в комплексе. Когда мы непосредственно владеем ситуацией, понимаем все нюансы, все тонкости, анализируем и принимаем решение. То есть оно все работает, когда оно в комплексе. Самое сложное лично для меня, это убедить людей не делать глупости. Солдат должен быть трусом и только когда нужно быть героем. Он должен просто исполнять приказы. У нас проблема не в людях, у нас проблема в железе. То есть у нас не хватает реального оружия. То есть у нас желающих достаточно. То есть у нас проблема с танками, у нас проблема с авиацией. У нас в техническом боеприпасе это основная проблема, особенно артиллерийская. Что можно сказать взагалі про спосіб ведення войны? Як він змінився за ось цей рік? Ну, вони начали использовать огневые валы после поражения под Києвом. Они сначала все выжигают, а потом заходят. В принципе, это тактика рабочая, потому что против себя они ничего не оставляют. Невозможно держать село, либо какой-то населенный пункт, то есть где не за что держаться. Это очень сложно. Это бессмысленно. Там просто ложить наших бойцов. Что ты маешь на лазе в Бахмут? В Бахмуте вообще ситуация достаточно сложная. В Бахмуте они стянули почти все боеспособное, что у них есть. То есть если они его возьмут в котел, то в принципе сам город им даже нельзя заходить. Они просто будут расстреливать его. То есть я на своем каком-то уровне понимаю, что да, защищать как бы Бахмут надо. Просто какой ценой? У некоторых наших говорящих голов у них ошибочное мнение, что кацапы тупые, не умеют воевать, мы их шапками закидаем. Это не так. У них достаточно много подготовленных профессиональных кадров, которые хотят и умеют это делать. На Бахмутском направлении они отправляют зэков, там шарбаты свои, как будто они не отправляют. Но там есть специалисты, которые работают группами, которые хорошо вооружены, оснащены, подготовлены и мотивированы.